У нас второе отделение посвящено разбору работы Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Но прежде чем разбирать эту работу, давайте вспомним основные понятия. Так сказать, экономические. Что такое товар? Полезная вещь. Но полезных вещей много. Всякая ли полезная вещь товар? Если я сам себе ботинки стачал и сам рапти сплёк, и сам в них хожу. Это полезная вещь, несомненно. Но товар ли это? Товар для продажи. Товар – это продукт, произведённый для обмена. Причём заранее. Как говорил Маркс, товарное обращение предшествует товарному производству. На первый взгляд, это билиберда какая-то. Как это так? Вы продаёте то, чего ещё нет. Но на самом деле, разгадка этой формулы, она в том, что товар – это продукт, произведённый для обмена заранее. Если я сплёл рапти для себя, а потом вдруг мне понадобилось внезапно коня подковать, и я отнёс эти рапти к кузнецу, за то, чтобы он мне коня подковал. Но это вообще, строго говоря, не товар. И когда там бабушка, оказавшаяся в тяжёлом материальном поражении, снимает антикварную люстру и несёт её на бараховку, это вообще, говоря, тоже в её руках не в парне товар. Товар – это то, что было в самом начале произведено для обмена. Аж такой-то обмен давайте-то вспомним. О, отчуждается. Вот это тут, так сказать, важное слово – отчуждается. Это взаимообусловленное, по взаимному согласию, отчуждение эквивалентных вещей. Обычных вещей. Почему? Потому что, когда говорят обмен идеями, то это вообще в политэкономическом смысле, конечно, не обмен. Потому что ваша идея осталась при вас, моя идея осталась при мне, мы ничего не отчуждали от себя. И поэтому, кстати, сделав некоторую такую смысловую загогулину, мы не можем не упомянуть, что вот сейчас продажа программ, продаются там диски, всё это интеллектуальная собственность – это вообще с политэкономической точки зрения чушь. к тому, что если я вам дар списать чьи-то там песни, а вы мне дали списать какие-то песни, то это никак не обмен. И то же самое, если там я записал песню там какого-то певца, и потом её воспроизвожу, то я от него ничего не отчудил, и тоже никакого обмена не произошло, и никакой частью собственности я здесь не овладел в политэкономическом смысле этого слова. И не случайно так тяжело идёт борьба с пиратством, с этим так называемым, потому что на самом деле никакое это не пиратство, пиратство здесь как раз это заявки на интеллектуальную собственность, вот это как раз и пиратство. А обмена здесь никакого нет, потому что обмена без отчуждения нету в политэкономическом смысле этого слова. Так вот, товар – это продукт, произведённый для обмена. А вот такой вопрос. Вот если мы, скажем, вот бригадой собрались, вырастили картошку, какое-то количество картошки, летом каждый из нас сколько-то работал, и потом мы эту картошку потребляем. Есть ли здесь обмен? Нет. Нету. А вот, скажем, если мы для учёта, кто-то из нас там 10 дней проработал, кто-то больше дней проработал на этих сельхозупражнениях, значит, если мы, скажем, выпустили некие чеки, ну, бумажки там, пусть даже с водяными знаками, и человеку, отработавшему трудодень, выдаётся этот чек. И в результате в конце осенью у каждого из нас разное количество этих чеков образовалось. А потом мы взяли, мы, какой-то там учётчик, кто это выдаёт, он знает, сколько этих чеков было выдано, всего, общую сумму. Мы взяли общий урожай нас, скажем, тонну вырастили картошку, картошки, и у нас 100 вот этих чеков. И мы поделили число, картошку на эти чеки, и получилось, что на чек каждый может получить 10 килограммов картошки. И вот люди в течение года приходят в это хранилище, отдают эти чеки и получают взамен картошку. Это обмен? Нет, это не обмен. И тогда не совсем понятно, зачем нужны вообще чеки, если есть человек, который знает руководство и картошки. Ну, это как всякий раз надо это поднимать, всё считать. Человек вообще поднялся. Это так проще. Пришёл чек, отдал этот крадовщик, который выдаёт ему всё до рампочки, а вы этого человека слишком перегружаете. А вы художник рисуете? Нет, ну это само собой, что кто-то там художник рисует, но это уже другое. А теперь давайте, значит, обсудим. А что такое деньги? Товар. Товар – это такой товар, который является эквивалентом всех товаров. А вот то, что у вас в кармане лежит сейчас, это деньги или не деньги? Нет. А что это? Бумажа. Ну, это знак. Ну, бумажка. Мам, какая бумажка лежит в кармане? Представитель денег. Представитель денег. Правильно совершенно. Это представители денег. И на них там написано, вам, наверное, это уже читали вы, билет на балет. Вот, это представители денег. Но, тем не менее, это всё-таки представители денег. То, что сейчас у вас лежит. А вот то, что у меня лежало, скажем, 30 лет тому назад, когда я был студентом в кармане, тоже бумажки очень похожие. Это были деньги или не деньги? Нет. Нет, не деньги. Это были вот такие чеки. То есть, тот же самый принцип хозяйствования, только тут не просто картошка, а гораздо более богатая номенкратура. И это называется товарами. Ну, тут никуда не денешься. Магазин, товары, деньги. Ну, это все термины употребляли. Но это были не деньги, не товары и не магазины, вообще говоря. Вот. Ну, и напоследок ещё такой вот пример. Вот, скажем, знаете, президент Украины, такой гражданин Порошенко, да? У него есть фабрика Рошен. И вот представьте себе, что у этой фабрики Рошен, наверное, есть какие-то фирменные магазины, принадлежащие тому же Порошенке. И вот если Порошенко, этот гражданин, вот, зашёл в этот магазин, он, наверное, может в любой момент на фабрику там зайти и взять там конфеты, какие захочет. Но ему некогда, он там куда-то на свидание торопится, с девушкой их красивой познакомился. Он вбегает, ему проще так называемую покупку совершить. Он, значит, вбегает в фирменный магазин, этот его там не узнаёт никто. Он даёт там представителей денег в кассу, ему дают коробку конфет. Можно говорить, что он купил эти конфеты? Да. А, по-моему, всё-таки нет. Ведь он деньги эти, обмен состоялся ли здесь обмен? Ну, если магазин его... Ну, вот, смотри, если зарплату должен президент... А, если он купил... А, ну тут да, вы правы. Если он эти представители денег, он получил как зарплату президента, ну, а тут тогда получается, что он вообще пожертвовал своему, мы говорим, своей фабрике эти деньги. Потому что он взял то, что ему так принадлежит, и из другого источника какого-то порученное, да, сюда. А если бы он взял те деньги, которые там он взял где-то в кассе фабрики, то тут, в общем-то, никакого обмена не состоялось бы, всё это было бы внутри себя некий круговорот. Вот. И потому, значит, когда... А что у нас творилось, значит, это вроде бы простые вещи, но, тем не менее, в нашей стране особенно проблемы познания вот этих сущностей, они состояли ещё в том, что мы нырнули практически из феодализма, из самодержавия в коммунизм. И у нас вот многие товарищи, наши революционеры прославленные, они не в парне вот это осознали, что же с ними, а что же с ними было в период с февраля по октябрь 17-го года. И что такое капитализм и так далее. Ведь до революции, какой был главный розунг у большевиков? Я имею в виду до буржуазной, до февральской революции. До ройсима державе. А что они хотели? Что они требовали? До рой это, так сказать, розунг негативный. А что они хотели? Говорили ли они такое, вся врать советом до февральской революции? А что они хотели? Нет, нет, нет. Это была главная программа большевиков, но она так... Они хотели учредительного собрания. Они хотели учредительного собрания, так же, как и эсеры, так же, как и меньшевики. И вот когда учредительное собрание было созвано, большевики... Но даже нельзя сказать, что они его разогнали. Вот эта фраза, которую сейчас издевкой произносят, фраза Жедняка Караулу Стар, на самом деле там были... Осталось уже несколько человек, которые несли там уже пустопорожные схлопления в 5 часов утра. И это была не какая-то там патетическая фраза «Господа, хватит Караулу Стар». Это была совершенно естественная и простая фраза. Вышел с красными грозами начальник Караула на сцену и сказал «Закругляйтесь, господа хорошие!» Караулу, что устал, все по домам пошли. Вот. И таким образом, учредительное собрание прекратило свое существование. И это было использовано для инициации гражданской войны в России, вчерашними союзниками. Никто, включая Корнирова, за монархию, гражданскую войну не воевал. Правительство Юга России было эсэроменьшевистским. Правительство Корчака... Но Корчак вообще на тот момент, как вы знаете, сейчас этот обсуждается вопрос широко в интернете, был английским ставленником. И он там тоже уничтожен, в конце концов. Но, кстати, эсэромско-меньшевистский мятеж, который пошел при поддержке Чехословатского корпуса, он инициировал, собственно, гражданскую войну в России полномасштабную. Он тоже базировался на розынке учредительного собрания. То есть это вот то, за что выступали большевики. И поступила я с старояблоком раздора, со вчерашними союзниками большевиков, эсэрами и меньшевиками. И, соответственно, всякие такие вот вещи, нырок стремительный из феодальных фактических отношений. Капитализм был на Руси, да. После того, как отменеет крепостное право, рабочая сира стала товаром. Капитализм стал бурно развиваться. Но был абсолютизм царский. И в деревне, а в деревне жило большинство, подавляющее две трети населения России, если не больше, если не три четверти, там были сильнейшие феодальные пережитки. На чем они основывались? В крепостнические времена помещик заставлял крестьянина работать на себя, ну иначе там на конюшню, там как угодно, на каторгу в Сибирь. А здесь стало как? Крестьяна юридически освободили, но были карикатуры даже, как крестьянин стоит на одной ноге на своем крохотном участке, грубо говоря, на шестисотках на своих, и вторую ногу поднял, и ему ее и поставить некуда. Все вокруг помещичья. Это значит, крестьянину хлеб выращивать негде, и даже скот на водопой негде прогнать, потому что всюду земля помещичья. Ну, помещик, естественно, разрешал их скот прогонять, и даже что-то там обрабатывать. Ну, ты изволь ему за этот раз. Тебе что-то сделали хорошее, значит, и ты изволь что-то сделать хорошее. Тут поработай, тут поработай. И фактически барщина, вот эти полупомещичьи, полукрепостная зависимость, она сохранялась до самого февраля, а то даже и до октября 1917 года. Конец вот этим пережиткам феодализма в России поражил все-таки октябрь, а не февраль. Вот это все наложило свой отпечаток. Почему я говорю так? Потому что сейчас придется критиковать Иосифа Виссарионовича, и я ни в коем случае не хотел бы, чтобы это прозвучало, как какое-то там умоление его за слуг и так далее. Сталин – это человек, под руководством которого рабочие бакинских нефтепромыслов подписали первый в России коллективный договор, и который послужил, по сути, в этом смысле основопорожником научного рабочего движения на Руси. Это человек, под руководством которого во многом была выиграна гражданская война, он там нешуточные вопросы решал в этот период. Человек, который возглавлял комитет революционный, как-то выскочило из гровы, военно-революционный комитет, и, по сути, руководил октябрьским восстанием в Петрограде. Человек, под руководством которого была сохранена партия, как коммунистическая партия, а ее в 20-х годах трясло очень сильно, потому что выяснилось, что среди большевиков очень много оказалось людей, в том числе в руководстве большевистской партии, которые занимались революционными делами не потому что им хотелось, чтобы рабочий крас взял власть и управлять государством и развиваться вплоть до полного коммунизма. А они грезили во многом буржуазно-демократическими свободами. И вспоминал в одной из книг такой Ивановбы, у него много книг по троцкизму, по разгрому Зиновьевска и Каменевского блока, он там приводит воспоминания Демьяна Бетнова, как во время наступления Юденича на Петроград сидели они с Каменевым. И Каменев говорит, что вот идиоты мысли, вот Ленин вот этот Октябрьскую революцию-то устроил, так как было бы учредительное собрание, нас бы избрали в это учредительное собрание и жили бы спокойно. Ну, примером этого может служить нынешнее житье нынешних думцев. Ну, вот и они так же примерно хотели жить. А, в общем-то, задачи таких, чтобы все, включая их самих, занимались производительным трудом и полностью без красного общества, конечно, они таких задач перед собой не ставили. И этих людей было много в руководстве партии. Они там представляли большинство, во многом. Политбюро совершенно верно указывают, что там Сталин, вот Бер, и Мара Беросоратников у Сталина. Дзержинский, Киров, Фрунзе, Молотов. А практически все Политбюро первое, оно так или иначе раздражилось. Вот это надо понимать, что Сталин сделал в 20-е, на первое правение 30-х годов, плюс индустриализация, которую невозможно было бы провести, если бы Сталин не уделял огромное количество времени на познание, в том числе, технических сущностей. Известно, что ему жена на отдых в Крым отправляла учебники по электротехнике, по английскому языку, по немецкому языку. Сталин мог читать техническую литературу и на английском, и на немецком языке. И он это использовал. Ну, я могу сказать, что вот в области, скажем, когда конструктор Яковлева спросили, разбирался ли Сталин в самолетах, Яковлев сказал, оууу. Я могу сказать, что и в бронетанковой технике Сталин разбирался очень хорошо. Ряд ключевых решений, когда буксовали тут и конструкторы, и военные, и между ними были определенные распри. Сталин, что называется, свое веское слово кидал на чашу весов, и слово это было правильным. То есть такие концептуальные решения, неочевидные для своего времени, которые позволили определить развитие отрасли на десятилетия вперед. Это человек совершенно выдающихся способностей. Но и тем не менее, вот что Сталин пишет. Сейчас, 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 сейчас. Путеряр, да. Вопрос о товарном производстве при социализме, товарном производстве, при социализме. Некоторые товарищи утверждают, что партия поступила неправильно, сохранив товарное производство после того, как она взяла в грасть и национализировала средства производства в нашей стране. Но, во-первых, на тот, здесь надо различать. Вот, понятная идея, что в одночасье экономику, экономический базис, что называется, способ производства не изменить. Поэтому в ночь с 24 на 25 октября по старому стилю 17-го года у нас что изменилось? У нас изменилась политическая настройка. Базис у нас остался прежним, капиталистическим и даже докапиталистическим частично. Значит, как его стали менять? В начале 18-го года произошла массовая национализация. Были указы. Чем она была вызвана? Вызвана она была тем, что капиталисты в большинстве своем собственники средств предприятия жестко выступили против советской власти, против ФАП-завкомов и было принято решение у них эту собственность изъять. Ну, если убрать всякие моменты, связанные с гражданской войной и так далее, это, конечно, все отягощало, не только гражданская война привела к разрухе, но и возникшая сильнейшая дезорганизация народного хозяйства. И поэтому, что бы, какое было принято решение? Было принято решение отступить назад. То есть, сохранив господство государства в так называемом социалистическом секторе экономики. А что я социалистическом? Это в секторе, который развивался по единому плану. Этот сектор включал в себя транспорт, топливно-энергетический комплекс и основные крупнейшие предприятия промышленности. Этот сектор управлялся непосредственно по госплану и он был социалистическим. Второй сектор это госкапиталистический. Что это за госкапиталистический сектор? Украд. Или украд, или сектор, можно так сказать. Это или Ленин первый сектор еще называл коммунистическим, кстати. Социалистический, коммунистический сектор это слова осенойного. Второй госкапиталистический. Это предприятия, которыми владела государство диктатурой пролетариата, но в силу невозможности учесть их в общем плане, эти предприятия работали как фактически капиталистические предприятия. то есть директор туда назначался государством, это была государственная собственность еще раз предприятия, но оно работало там давай тебя назначили директором, давай крутись, ищи сбыт, покупай там сырье и так далее. Это был госкапитализм, госкапиталистический украд. Был достаточно мощный частный украд, то есть часть предприятий продали, отдали нэпманом. И нэпманы эти поднялись и были всякие картины богатства и роскоши на фоне людей, которые выиграв гражданскую войну врачи в существовании в нищете, были самоубийства среди коммунистов, было разочарование, много чего было. Вот это честно капиталистический украд. Был еще мягкобуржуазный украд, это крестьянство. Ну сейчас кто эти мягкие буржуа? Сейчас это был бугартеры надомники, водители-дальнобойщики, которые владеют своим автомобилем. Ваш покорный слуга, кстати, ну не дальнобойщик, правда, у него был 131-й зерок, на нем много не подальнобоишь, но тоже был грузовичок в частной собственности. И это вот мягкобуржуазный украд. Вот это основное, да, и был еще патриархальный украд, как его называли, но это действительно в деревне еще сохранялось во многом натуральное хозяйство, были же и рапти, зонная, домотканная, и люди сами себя обшивали, и все это было, варились, так сказать, во многом на основах натурального хозяйства. А что-то там продать, это ружьишко там купить, самовар, что-то такое, это торжественное событие, там раз в год, а все остальное на самообеспечении. Ну вот это были основные украды. И был переходный период, в течение которого задачей большевиков было поднять вот этот социалистический украд до такого уровня, чтобы он погротил не административные жить, а погротить вот остальные украды, и чтобы у нас одноукрадная экономика сражилась. И эта задача была решена к середине 30-х годов. То есть у нас Непманов изжили, потому что они не смогли конкурировать с государственными предприятиями. Госкапиталистические предприятия включили в общую сферу пронирования. А с крестьянами, с мягкобуржуазным украдом была произведена коллективизация. И, кстати, говорят, что большевики насильственно коллективизировали. Ничего подобного. Вот перегибы на местах в отношении кураков, они были связаны как раз с инициативой крестьян. Потому что курак, не случайно называют кураком, он в кураке держал деревню так, что мама, не горюй. И когда пошла эта борьба с курачеством, там инициатива на местах была через край перехлёстывала. И вот таким образом у нас сражилась, можно сказать, одноукрадная социалистическая экономика. Кто-то может сказать, что было кахозное крестьянство, где вроде как кооперативы, но это были не такие кооперативы, которые при капитализме, как капиталистические предприятия кому-то продают, там опять же через обмен. Эти кахозы, кооперативы, они действовали в соответствии с госпраном, производили продукцию согласно прану, они поставляли её по твёрдым ценам, а то, что оставались излишки, они везли на рынок, но на рынок здесь, не знаю, людей старшего поколения, Степан Степанович может помнить, и вы помните, на кархозных рынках цены тоже регулировались, устанавливались государством. Несколько раз там, но они были выше, но они тоже, так сказать, устанавливались. Ну и вот я застав, то, что период уже эти цены государственными регулировались, ну если скажем, в магазине говядина стоила 2 рубля, а то на рынке говядина высочайшего качества теряете на 4-5 рублей, и в любом количестве, и в общем-то при зарплате там около 200 рублей, я уж не говорю про зарплату до центра политеха около 500 рублей, там проблем никаким с закупкой этой говядины и телятины не было. Вот это что касается то, что происходило, да, и вот значит здесь надо различать, вот у нас был капитализм, капиталистический базис, потом у нас был базис переходного периода, а переходный период от чего? От капитализма к коммунизму, и вот у нас в середине 30-х годов был уже коммунизм, коммунизм в своей первой фазе, с сохранением красовых различий, но это сохранением государства, но это был уже коммунизм, коммунизм в первой фазе, вот это надо понимать, и вот на переходный период, здесь да, здесь товарная сфера, она неизменно сохраняется, потому что невозможно сразу из товарного капиталистического построить сразу же бестоварное коммунистическое хозяйство, невозможно, но в коммунистическом хозяйстве сфера товарная, она сохраняется, ибо, как говорил товарищ Гегель, нет ничего ни на земле, ни на небе, что не несло бы себе своего отрицания, значит, и как это Михаил Васильевич любит обыгрывать, вы коммунист? Да, значит, у вас неминуемо есть антикоммунизм, но это так оно и есть на самом деле, от этого никуда не деться, вот, это надо, вот, ради диалектический скрат ума, он вот в том и состоит, что вот во всем надо верить свое противоречие, надо понимать, что в определенных условиях это противоречие может развиться, но вот, товарищ Маркс пишет, что сохранив товарное производство после того, как взяла власть, да, тут необходимо было сохранить товарное производство на переходный период, вот, и тут Сталин цитирует, что эти товарищи сыраются на Энгельса, Энгельс писал, раз общество возьмет в уродение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продуктов над производителями, смотри, антидюринг, вот, эти товарищи, пишет Сталин, глубоко ошибаются, дальше Сталин пишет, разберем формулу Энгельса, формулу Энгельса нельзя считать вполне ясной и точной, можно понять и так, и эдак, вот, значит, из этого следует, что Энгельсы меры ведут такие страны, где капитализм и концентрация производства достаточно развиты, не только в промышленности, но и в сельскохозяйстве, для того, чтобы экспроприировать все средства производства, такой страной являлась в конце прошлого века только Англия, но товарищ Сталин писал эту работу в 52-м году, в 52-м году-то, ну какой рынок у нас был в стране, у нас не было никакого рынка в 52-м году, вот, и тем не менее, Сталин пишет, что закон стоимости, закон стоимости, говорят, что товарное производство при всех условиях должно привести и обязательно приведет к капитализму, это неверно, нельзя отождествлять товарное производство с капиталистическим производством, значит, это с одной стороны правильно, потому что товарное производство у нас и при рабовладельческой общественно-экономической Формации имеет место Там же тоже товары, рабы сами товары Все товар И при феодализме у нас товары есть Но что такое капитализм? Это товарное производство Развившееся до такой стадии Когда Товаром становится и рабочая сила И как писал Маркс Посеешь товар Вырастет капитализм И вот что у нас и произошло Вот то, что Сталин здесь писал Надо сказать Это Сталин, так сказать, упражнялся теоретически Вот практически Я, как изучавший все-таки Ну, основные, так сказать, вещи того периода По состоянию в 1952 году У нас, конечно, товара никакого в экономике не было У нас предприятия выполняли государственный пран И спускались праны По повышению производительности труда Раз растет производительность труда Себестоимость продукции что делает? Снижается Вот И поэтому Не потому что Сталин был сильно добрый А потому что раз снижалась себестоимость продукции Значит у нас Возникает разрыв Между ценами розничными И ценами оптовыми И чтобы этот разрыв снизить И увеличить реализацию товаров Что регулярно делалось? Снижались цены То есть это не волюнтаризм какой-то сталинский Что он там из любви к народу снижал цены А это напрямую вытекает из характера той экономики Ну а в области так сказать Производства средств производства Это также веро к тому Что снижалась себестоимость продукции И особенно это показало в годы войны Себестоимость Танка Т-34-85 В 44-м году Была в два раза ниже Чем себестоимость танка Т-34-76 В 41-м году Аналогичная себестоимость танка ИС Была в два раза ниже Чем себестоимость танка КВ В 41-м году Это при очень существенно выросших характеристиках То же самое с самолетами И совсем-совсем-совсем И в результате Доля военного бюджета В бюджете страны в целом В 44-м году Была намного ниже Чем в 42-м году То есть мы Благодаря этому У нас вот такое Срогалось Благоприятное поражение И вот когда Немцы в 43-м Разбомбили Горьковский автозавод Где выпускали танки Т-60 и Т-70 Позванные немцами Неистребимой саранчой То восстанавливали завод Не под производство танков А под производство победы И в 44-м году Первый образец Победы был представлен Сталину И в 45-м году Сразу же после победы Образно выражаясь Машина встала на конвейер И мы запустили машину С вот такими По крайней мере Внешность у нее была Самая передовая На тот момент Первыми в мире То есть Таких машин По крайней мере С чисто внешней стороны Не было У меня вот У приятеля Одного У него был BMW 48-го года Но это тоже Хорошая машинка Она там И гидравлические тормоза И все-все-все Она по нутру Не менее современная Чем победа Но вид у нее Совершенно архаичный Вот с этими крыльями Массивными Внешними подножками Она рядом с победой Смотрится как машина Предыдущего века Вот это Были Были такие вот условия Но Здесь вот в работе Сталин Я вот что-то Не выделил Где же у него Это самое Сталин Очень хорошо написано Во Вопрос о законе стоимости При социализме Иногда спрашивают Существует И действует Ли у нас При нашем социалистическом Строе Закон стоимости Да Существует И действует Там где есть товар И товарное производство Не может не быть И закона стоимости Но эту страницу Надо читать Это в моем возрасте Уже надо ее Корворогом запивать И валидором закусывать Значит И к чему это привело Сталин Был великий практик И он бы конечно Ничего такого не допустил Но После Сталина Вот он эту щель Открыл И через эту щель Вот нечисть И хрынула Как это Поднимите мне веки Да Ничего не вижу Хама врут Там посмотрел На виле только И все И вот так же И здесь Значит Вот это Вот из этого Из товара Товарное Отрицание Социалистической Экономики Отсюда Начало Развиваться И вот из этого Посеянного товара Вырос капитализм К концу 80-х годов И я вот помню Эта самая Карикатура В крокодиле 80-х годов Где Сидит такой тип Унырой за решеткой На типе написано Закон стоимости И светлые люди Такие с ключами Подходят И хотят Выпустить на свободу Конечно Просто перевод Экономики На капиталистические Рельсы Он был невозможен В одночасье Поэтому это делали Не спеша И сподволь Сначала Хрущев Своими идиотизмом Волюнтаризмом Что называется Кстати вот Гоблин В одной из передач Он вот правильно Совершенно Дмитрий Пучков Я имею ввиду Он совершенно верно Подметил Что в народных Анекдотах Хрущев всюду Пристает в виде дурака И вот он Дуростью Этим разделением Обкомов На промышленные И сельскохозяйственные Разделением С авнорхозами Вот этими Он конечно Нанес Коррассальный Вред экономике И подготовил ее К тому Что в 65 году Была проведена Реформа И в игровую Это еще не было В парне Рынок И товара Еще в парне Не было Но в игровую Угра Была поставлена Прибыль Предприятий Не снижение Себестоимости Как прежде А прибыль К чему это привело Прибыль Можно поднять Двояко Дурак Будет снижать Себестоимость А умный Будет поднимать Цены на товары В условиях Монополистической Экономики Естественно В экономике Типа свободной Конкуренции Тут надо Конечно Она там будет Саморегулироваться Но когда у нас Экономика Эпохи Свободной Конкуренции Она еще не созрела До социализма Это еще Социализм Должен выйти Из экономики Государственного Монополизма Из государственной Монополистической Экономики А монополии Как? Вот он производит Не хочешь не покупай А где еще Искать не знаю И вот соответственно Цены повышают Это Как вот у нас Это самое Газпром Там Расценки на газ Повысят Ну не хочешь платить Больше за газ Ну иди газ Покупай Где хочешь И все Хочешь Сам доставай Или там РАУВС Повысила там Расценки на электроэнергию Ну не хочешь Он покупай Генератор бензиновый Дороже обойдется Так что Вот это И в таких условиях Конечно У предприятий Сразу же появился Собран Повышать цены Повышать цены Это они давали Госкомцен Строго за этим следил И он следил Надо сказать До последнего До первого января 92-го года И я помню Что тогда творилось Когда вот начать Ей люди Так сказать Нормально жившие Вот буквально За несколько дней В начале этого 92-го года Я помню Какую-то Короссальную Совершенную очередь Давали Сахар По ценам Еще вот до И я помню Там батя стоял До полу дня Потом я пришел К его заменить Совершенно жутко А так Была сметана По 70 копеек Банка А есть 5 рублей От 5 до 15 рублей И лежит все в магазине Очередей нет Пожалуйста Покупай И вот это Барашоковая терапия Это страшное дело Что творилось Вот В изначале Такого сделать было нельзя Госкомцен Следил за ценами Но Есть другой путь Можно Повышать Так сказать Цены Просто тупо На одни и те же товары А можно вместо одного товара Снять его с производства Как устаревший И новый запустить А на новый товар Тут уже новая цена У него же качество выше Правильно? Значит цена должна быть выше Хотя на самом деле То что мы видим сейчас Даже в отношении Компьютеров Смартфонов И так далее Качество то растет А цены то падают По крайней мере в долларах Может быть в рублях Не так или она падает Там Флешки там появляются Емкости немыслимой А цены падают Это нет такого закона Вот А здесь вот раз Выпустил новый товар Якобы лучшего качества Цену поднял И вот это вот отрицание То есть еще не была Товарная экономика Но вот это товарное отрицание Про намерной экономики Оно получило Красальное развитие И дальше уже В общем-то пошло И с учетом изменений В настройке С учетом изменений Вообще Преподавания Марксизма Ленинизма Это вот дошло До Реставрации Капитализма И получается Что вот Семена эти По север Товарищ Талин Можете спросить А что профессионалы Экономисты думали Вообще надо сказать Что Общественные науки У нас Ой уже 35 минут Уже надо к вопросам Переходить Ну еще два слова буквально Общественные науки У нас В послеленинскую эпоху Были В загоне И хотя Обществоведы Были в привилегированном Порожении Вот скажем Как Михаил Васильевич Тоже любит Рассказывать про себя Я вот Говорит это самое После Окончив институт Поступил В аспирантуру В аспирантуре Там 120 рублей В 60-х годах Это была приличная Очень зарплата 120 рублей в месяц Писал диссертацию Через три года Защитил диссертацию И доцент 320 рублей в месяц Это по тем временам Были коросальные деньги А Вот Ну я Тоже вот Застав преподавательскую работу Конечно преподавателям Все завидовали Потому что Говорили Вы живете Как при коммунизме На работу Там пришел Лекцию Отчитал Ушел Свободного времени Очень много Это не с 8 до 5 Сидеть на работе И такую зарплату Получать И Тем более В 60-е годы Эти 320 рублей Это вообще была Короссальная сумма А В 50-х годах Когда эти вот Зарплаты При Сталине Кстати Тайные 320 3200 рублей До центу Да Было установлено Тогда 9600 Стоил москвич То есть Три месячных зарплат И держишься москвичом А 40 тысяч Стоил Зим И стоя на Прощадке В Апраксином дворе Подходи Покупай Автосороне Вот Это И люди Вот ничем не занимались Не пахали Не сеяли Не строили А вот Были Так сказать В каком-то Смысл Сардатые Партии Сардатые Вот Идеологического Фронта Вот этого Им надо бы Рассмыслять И над всем Над этим думать Ну вообще говоря И таких были Сотни тысяч А если Слить Воду И увидеть Сухой осадок То мы увидим Что буквально Единицы из них Реально Вот думали Над тем Как помочь Рабочему Красу Перейти К бескрасовое Общество Где все Трудятся И где люди Трудятся Там по два Часа максимум В день Остальное Время Употребляют Для общего Развития Короче Чтобы наступил Коммунизм Реальный Порный Коммунизм Очень много Брат таких Очень мало Брат таких А в основном Вот они Занимались Бог знает Чем Хотя средства Выделялись Большие Был институт Марктизма Ниний Но вот Нет Особых Сведений О том Вот Вознесенский Был Выдающийся Экономист Сталинской Эпохи И вот Утверждают Что вот Именно он Заражил В 1947 Году Реформы Вознесенского Тогда Это сочеталось С денежной Реформой Тогда Были обменены Деньги Ну кто помнит Таких наверное Уже нет Кто бы это помнил Если только Совсем маленькими Были в ту пору Вот И По 55 Год Страна Развивалась По плану Вознесенского И были достигнуты В общем-то Короссальные успехи Которые до сих пор Не превзойдены Никем Ни Китаем Ни кем Вот это Но тем не менее Если Вознесенский В ранних своих Трудах До военных Отрицах Жестко Рыночную Природу Экономики Социалистической То После войны У него Уже Где-то Там Мелькара Такое Что и закон Стоимости Есть И действует И вообще Сталин Вот это Скорее всего На практику Вознесенского Хотя Сам Вознесенский Был расстрелян По Очень мутному И до сих пор По крайней мере Мною непознанному Ленинградскому делу Не знаю Что там было На самом деле Но вот тем не менее Вот Вознесенского Не стало А эта вот вещь О товарном производстве При социализме Она пошла гулять Хотя Владимир Ильич Ленин Бухарин Написал Что При социализме Имеет место Не товар А продукт И известна Ленинская фраза На это его Уточняющая Неверно Не точная Продукт И поступающий В употребление Не через рынок То есть Не просто Не товар А продукт А еще уточнить Дурак Устойчиво Что продукт Поступающий В употребление Не через рынок То есть Ленин здесь Четко стоял На этой позиции А вот Со стороны Других товарищей Михаил Васильевич Наверное вам говорил Что Ленинский завет Был нарушен В том Что Ленин писал Что без изучения Науки Руики Гегеля Наш марксизм Материализм Будет не сражающимся А сражаемым Да Ну вот Анарогично Тоже Ленинское наследие В области Экономики Оно не было В парне Усвоено Продолжателями Дера Ленина И вот здесь Образовались Определенные права В экономической науке Которые начали Вылечивать Только лишь В конце 70-х годов Был такой Моисеенко Научный руководитель Михаила Васильевича Попова Был Ельмеев Доргов Появилась потребительно-стремостная теория Так что Поэтому Это здесь Нельзя винить Сталина Это конечно Вообще Результат Недостатка Некого осмысления Обществом Своего места Но мы Вот как сейчас Уже Как люди Которые Пережили Реставрацию капитализма И должны Уже двинуться дальше Как говорится Миллион раз Прочнее и крепче Должны вот это совершенно четко понимать Ну и напоследок Надо сказать Что в этой же работе Сталин говорит О производстве Средств производства Так называемой группе А А говорит он там Что Вот тут совершенно Рынок Недопустим Вот тут он все Совершенно правильно говорит Но это вы почитаете Я сейчас здесь зачитывать не буду Там вот прямо Вот его бы устами Мед пить Что называется Но он это почему-то Не распространяет На сферу Производства Так называемых Товаров народного потребления Почему Потому что тоже При социализме Тоже не товары Конечно А вот в области Средств производства И где-то вот Здесь этим Объясняется то То есть в области Средств производства Космос Оборонные техники Наша страна Не просто Лидирующее поражение В мире занимала А где-то как-то Вот Обгоняра Как показывает практика Лет на 20 Развитые страны По крайней мере Нашей системой вооружений Вот Которые сейчас Поднимаются Разработки конца Восьмидесятых годов Они и сейчас Парне хорошо смотрятся Но вот Там не было Вот этого рынка Там рынком не пахло Там Люди заведовали Которые работали Еще в экономике Довоенной И послевоенной И Довоенной Военной Сразу послевоенной И они там Устанавливали порядки В парне правильные И там В общем-то Несмотря на Конечно Некоторое снижение Эффективности Там до конца Сохранялся Вот этот Социалистический дух Если можно так выразиться Ну а по товарам Народного потребления Где вот эти Товарные Понятия товарной Экономики Свили себе Уютное гнездышко Там вот наша страна Стала сильно Отставать И в общем-то Конечно Эти товары Были не конкурентоспособны Уже В конце 80-х Годов Что Народжирам Свою роль Негативную Так Ну вот тогда Наверное Все-таки Всего чего я хотел сказать Не успел Но надо так сказать И возможность Давайте перейдем К вопросам У меня такой вопрос По ходу лекции Вы сказали По поводу Непмана Товарищи Погромче Если можно Потому что Я вот тут Значит Это Вот Вы сказали Про Непмана Что их Как бы Они не смогли Конкурировать А они Именно Не смогли Конкурировать Или Им ввели Какие Нарогами Еще Нарогами Нарогами Их еще Попридушили Еще Их Попридушили Но Надо сказать Что Тут Непмана Не Непмана Но вот Скажем В переписи Населения 55-го года Там упоминалось Что 2% Населения СССР Как написано Крестьяне Единоличники И Некооперированные Кустари То есть Это Были Вообще Счет шор на Миллиона Артели Само собой Да Фабрик Обувная Кимра Например Была Это Артели До 59-го Года Это Известные Кроссовки Люди Старшего Поколения Помнят Советские Были Так Еще Вопросы Там же 70% Посуда Артелей Может быть Может быть Потому что Артелей Было Много Артелей Может быть Фактически Хрущев Хрущев При жучерах Да То есть Чтобы Отчитаться То есть У него Вот это Идиотство Было С изгнанием Ябронь Там До Трех Ябронь На Участке Там Чтобы Резали Скот Крестьяне Свой Личный Точно Такие Левацкие Троцкистские Типичные Перегибы Которые Сталин Говорит Пойдешь Налево Придешь Направо Да Вопрос Такой Вот По Краться Этой Работе По Капитализму И не капитализму Как товар Сталина В работах То есть Не может ли Быть Это так Что Например Он разделял Производство От группы А То есть Это Производство Это Нужно Было Для каких-то Определенных Целей Не для Людей Люди Работали На том Что Им дали Там Киев Дали Работают На этом Воюют Грубо говоря Группа Б Это Товар Для Люди Должны И Вот Здесь Может быть Он Считал Что Вот Этот Принцип Капиталистический Он Может быть Более Гибок Для Людей Чем Например Понятно Понятно Товарищ Сталин Он Работал По 14 Часов Сутки И У него Просто Так Сказать Он Был Настолько Погращён Сиюминутными Задачами То есть Мы Посмотрим Фотографии Перед Войной Это Был Такой Импозантный Пожилой Мужчина После Войны Это Старик То есть Он За 4 Года Коросально Износился Вот И Поэтому Простительно А мы Как Вот Здесь Люди Со Свободным Временем Более Мы Должны Понимать Что В системе Спроса Придражения Что Первично А что Вторично Первично Конечно же Техники Мы Покупаем То Что Есть Мы Покупаем Только И Кажемость Здесь Видимость Заключается В том Что Якобы Вот На что То Есть Спрос Люди Туда Бегут И Надо Угадать Этот Спрос Конечно Так Сказать Надо Думать Над Тем На Что Может Спрос Возникнуть Первично Всегда Придражение То Что Есть То Мы Покупаем А То Чего Нет У У Нас Даже Как говорится Даже Есть Такая Поговорка Что Капиталистическая Реграма Заключается В том Чтобы Заставить Человека Купить То Что Ему На самом Деле Не Нужно Так Что Поэтому Здесь Так Вот И Здесь Эти Сырки Они Не Вполне Состоятельны И Все Эти Фирмы Которые Производят Вычислительную Технику Они Конечно Действуют На Они Выпускают Смотрят То Что Сами Знают То Что Людям Нужно Это Выпускают Это Пользуется Спросом И Создают Спрос Конечно А Как То На Что Создали Спрос И Пользуются Спросом Счет С С С С С С С Грубо Говоря За счет Всего Снижалась С 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 За счет Развития С С С Производства Насчет Научно-технического Прогресса Да И Плюс К Было Например Замена Более Дешевыми Компонентами Более Дешевый Не Всегда Более Плохой Не всегда Менее Качественный Вот Я вот Во-первых Ну а что Из более Дешевого Из более Дешевого Материала Или Более Просто Спроектированный Вот Есть такая Очень Хорошая Книжка Выпущенная На Урар Вагон Заводе Есть Серия Боевые Танки УВЗ И там Про Т-34 Про другие Танки Там Так Не Говорится А Про Т-34 Там Очень Фирософия Развернута Как Снежара Себестоимость И вот Видно Что Вот Чертежи Там Скажем Если взять Опорного Катка 41-го Года Там И 43-го Года Вот Первый Как будто Его студент Первокурсник Там Не Салах Там Миллион Гаечек Там То И все Там Вот Все Проще Все Раконичнее Все Очень Так Сказать Просто И Насчет Упрощения Конструкции Упрощение Это не всегда Ухудшение И часто Наоборот Другое Дело Военную Ее покрывали 12 сроями Рака Прекрад Эти Прекрады Их сейчас Выкапываешь Они как Новенькие Винтовка Военного Времени Там Их вообще Не покрывали Раком А зачем На войне Ну а Где их Там Хранить И так Далее Это тоже Может быть Такое Вот Но Тем не менее В целом То что Дешевле То Если С умом Сделано Оно Зачастую Лучше То есть Снижение Себестоимости За счет Достижений Научно-технического Прогресса Значит Еще чуть Отвлекусь Значит Урар Вагонзавод Был занесен В книгу Рекордов Гиннеса В конце 80-х годов Как предприятие С наивысшей В мире Производительностью Труда И Сейчас Вот Буквально В этом году Был окончательно Уничтожен В НИТИ Ну сейчас Всероссийский Научно-исследовательский Технологический Институт Это здесь В Ленинграде Он был И вот Бродя Ну условно говоря По развалинам Этого В НИТИ Вот видно Какые труды были Для того Чтобы создать Автоматические Линии Для производства Компонентов И как вот Компоненты Которые вообще Очень сложно Сделать Если в полу Кустарных Производствах Там что-то Дерать Вы там Не сделаете Такой Те же Торсионные Воры И так далее Они на вид Простые А чтобы его Сделать Вы не Сделаете Какие Сиры Тратились На то Чтобы это Все Сделать Поставить Автоматические Линии И чтобы Все это Стало Очень дешево В конце Концов Это Жуткие Сиры И они Себя Окупают То есть Конечно За счет Научно-технического Прогресса Еще Было Представленные Объемзованные Социалистические Соревнования При Крущеве Оно Развалилось Ну Оно В каком-то Виде Существовало И позже Вопрос В том Какие Критерии Ставить В игровую Угра Этого Социалистического Соревнования В принципе Задумка Была Такая Чтобы Это Социалистическое Соревнование Заменило С собой Тем Что Если Ты Проиграешь В конкурентной Борьбе То Тебя Уносят С поля Боя Тебя Покупает Конкурент А Социалистическое Соревнование Там Твоему Оппоненту Победившему Выдали Грамоту Там Сидишь На Низшей Ступени Скрипишь Зубами И думаешь Как В следующий Раз Значит Мне Его Нагреть Это Вот Здесь А показатели Какие Социалистического Соревнования Конечно Если Показать И ставить Прибыль Так И Поручишь Передовиков Ударников Поэтому Когда прибыль Это уже Не социалистическая Ну это уже Да Но тут И не совсем Конкуренция Потому что Все-таки Продажа Предприятий У нас Не Но это Вот То самое Усиление Противоречия Товарного Противоположности Товарности В целом Прановой Социалистической Экономики У нас Где-то До 87 Года До Принятия Закона О Госпредприятиях В январе 87 Года По-моему Он был Принят У нас Можно сказать Была экономика В целом Прановая После 87 Это уже Старая экономика Крупных Монополий Предприятий Вот этих Объединение Кировский Завод Объединение Светрана Ну а после 92 Года Уже Эти Крупные Предприятия Уже Стали Крошить Уничтожать И уже Старая Ролёчная Экономика То что Мы Видим Во многом И сейчас Можно Напомнить Производительность Труда Росла Геометрическая Скорее Прогрессия Дипа Вы громче Говорите Вас Неслышно Росла Ускорена Производительность Труда При Старине Потому что Действительно Хозяйство Было Единым И Изобретателем Рационализатором Открывателем Нового В технологиях В технологиях Государство Выкупало У них Платило Это все понятно Экономия За год И внедрялось За месяц Государство Уже Степан Государство Здесь не Непосредственно Действовало Оно же Директор Завода Грубо говоря Привлекало Вот этих Передовиков А рационализаторов Изобретателей И так далее Почему Он делал Это директор Завода Потому что Его в план Было заражено Снижение себестоимости Продукции И он должен был Снижать Выполнение Плана Но оно Срезалось Премии Там Срезались И так далее Так что Поэтому Вот это Именно Вы совершенно верно Сказали Вот Именно Система Показателей Она и вера К тому Что Привечали Всяческие Изобретатели Рационализаторов И так далее Так Товарищи Вопросы были С кем Нужно бороться Рабочим За свои права На государственных учреждениях Здесь не совсем Верная постановка Вопроса С кем Не с кем А правильная постановка Борьбы За что За зарплату За зарплату Ну Как Требования Выдвигаются К работодателю Работодатель Это администрация Предприятий Вот Скоро Договори Две стороны Работники И работодатели Кто работодатели Работодатели Это администрация Причем Это не обязательно Государственном Сейчас мало Кто из собственников Непосредственно Руководит Предприятиями Как правило Это всегда администрация Где-то там есть Да Если это собственник Где-то у него там есть Но сейчас Очень сложно Разобраться Кстати сказать Вот в нынешней Государственной Нашем Государственном Монополитическом Капитализме Вот Допустим Есть предприятие Вроде как Оно государственное А потом Выясняется Что там Какие-то Сидят Собственники Тоже Тут Черт И в ступе И Что Наши А кто Им непосредственно Руководит Минпромторг Минпромторг По крайней мере Вот Тверстороннее Согрешение Подписанное Профсоюзом Рособоронпров Минпромторгом И правительством РФ То есть В касте Работодателя Выступает Минпромторг Ну это на уровне Всей страны Там на уровне Просоюзного Объединения А на конкретном Предприятии Надо выдвигать К администрации Требования По многоукладности В переходный период То что Говорили Есть Госкапиталистический Уход Есть Коммунистический Да И отличие То что Коммунистический По плану Госкапиталистический Там Стихийно Ну Госкапиталистический Он варится В этом В бурьоне Рыночном Допустим Говорили На той Идущей лекции Что В США Она вроде Госкапитализм Минополистический Там Больше 50% Производится Уже По плану То есть Она уже В бурьоне Вот И вопрос Это собственно Где Госкапиталистический И Коммунистический Как вот Допустим В Китае Распознать У них там Расширяется Коммунистический Или Госкапиталистический У них Я Вот опять же Вот это тот самый случай Насчет Китая Я не знаю Но я думаю Что конечно Космическая Расширя У них прановая Но как еще Она будет развиваться По заказам По каким-то Строительство Высокоскоростных Вот этих поездов Я думаю Прановая Конечно же Строительство Суперкомпьютеров Прановая Конечно же То есть Это все Социалистический У них Коммунистический Сектор Это само собой Поэтому в Америке Конечно Сколько бы там Они не планировали Там коммунистического Украда Нет у них В Соединенных Штатах Потому что Там Собственность Государства Государственные Предприятия Это собственность Всего Раса Капиталистов А не собственность Государства Диктатуры Пролетариата Тут уже вопрос А что государство Кто владеет этими средствами производства Государственные Значит владеет государство Если это государство Диктатура Пролетариата Ну и государство Диктатура рабочего Красса Рабочий Красс Такой Красс Красс Который не может улучшить Своего поражения Не улучшив поражение Других Сроев общества Не может жить Рабочий хорошо Да Если врач Который его лечит Будет получать мара Если учитель Который учит его детей Будет получать мара Поэтому рабочий Чтобы подняться самому, он впереди себя таркает интеллигенцию всех вот этих Тех, кто его обслуживает, вынужден таркать И поэтому здесь вот коренное различие А что касается госпредприятий, ну вот здесь разница в характере государства А и там, и там госпредприятия, они вот в рыночном море Но тут при капитализме вообще надо сказать, что тут общая тенденция такая Госпредприятия, они, когда какое-то предприятие ключевое попадает при капиталистах Капиталисты его доводят до разорения, а оно нужно для обороны, еще для счета государству Государство его выкупает за большие деньги А потом вот оно государственное, казенное А потом оно начинает акционироваться, акции выкупаются И потом кончается тем, что оно опять приходит в частные руки Вот в России так было, дореволюционной И так же, я думаю, и в Америке Там нет таких кондово-государственных предприятий, которые были бы вот на все времена государственными Так, вы еще А еще вопрос по первому мнению у меня есть Вот вы говорили, что в 40-е годы произошло опразднение третьего интернационала по инициативе Сталина Ну, наверное, по инициативе Сталина Вот не совсем понятно, в чем был интерес Сталина и Кремля в этом вопросе Потому что в Европе боялись то, что коммунистическая власть наступает И европейские лидеры А в чем тогда интерес был именно Сталина и Кремля? Значит, интерес Сталина был Вот еще раз, значит, у нас Красная Армия готовилась вступить в иностранные государства Вот И оказать помощь, в том числе и военную, потому что коммунистам А раз так, а коммунисты кто такие? Коммунисты, вообще говоря, есть ли это люди, подчиняющиеся решениям Коминтерна Испаркома Коминтерна А Испарком Коминтерна заседает в Москве И понятная идея, никто не поверит, что это Испарком Коминтерна Он совсем вот независим от Сталина Поэтому тогда эти коммунисты, они автоматически становятся агентами Сталина Агентами Кремля Это вот не нужно было В то время это послужило причиной распуска Коминтерна Хотя потребность в организации была софт-информ-бюро Как организация тоже, как некое объединение коммунистических партий Но там уже не было такого, чтобы решение, принятое Испаркомом этой организации Распространялось как обязательное на всех коммунистические партии И вообще вот это решение Коминтерна Во втором интернационале тоже такого не было А это решение Коминтерна, оно отражало определенные иллюзии о мировой революции Когда Коминтерн создавался, в 19-м году, да? В 19-м году Ну вот отражением этих иллюзий было то, что скоро не будет никаких государственных гранит Будет единое, значит, и государство на планете И все компартии будут подчиняться одному центру Это выглядело более рогичным Но вот то, что государство, которое долгое время будет суверенным Вот действует компартия, которая подчиняется не интересам своих трудящихся А ему какие-то приказы высырают из другого государства Это, конечно, очень сильно осложняет деятельность такой компартии Потому что здесь, ну, загоняет в подпорье Ну, осложняет и в психологии даже чисто Ну, это осложняет деятельность Поэтому вот это и произошло Очень интересная тема о товарном производстве И о насуществовании товара в социализме Вообще говоря, если я не ошибаюсь Плановая экономика продается в рыночной экономике В рамках товарного производства Ну, в самом деле В рамках плановой экономики производится товар Почему? Товар – это продукт, произведенный для обмена Да А на что вы обмениваете этот товар? На представителей денег Которые выдаются, в принципе, как заработать Хорошо, а рабочий тогда в обмен на этих представителей денег что дает? А рабочая, свою рабочую силу Так вот, батенька, товарное производство Дошедшее до такого уровня, что рабочая сира стара товаром Это и есть капитализм Называется припрыли По сути дела, социализм – это снятый капитализм Капитализм Ну, социализм, в общем-то говоря, имеет родимый беденокапитализм Почему же социализм не может иметь и вот это родимый беденокапитализм? Значит, вот мы вначале рассуждали, вот приводя пример с картошкой Вы согласны, что там вот эти чеки – это не представители денег ни в коем случае? Вы согласны А вот вы согласны, что если мы немножечко расширим здесь номенклатуру Кроме картошки, если у нас будет свекра, морковь и так далее И плюс еще какое-то количество этих тагонов мы дадим человеку, который их рисует Потому что это тоже трудозатраты От этого они перестанут быть тагонами и станут представителями денег? Или же все-таки это останутся по-прежнему тагонами и никак не представители денег? Разумеется То есть это останутся тагоны Ну, а если мы вот еще расширим, где вот тут вот та грань? Еще раз говорю, обмен подразумевает отчуждение Если вы пришли в свой магазин, чтобы получить какие-то изделия, произведенные на вашей фабрике То здесь обмена нет А чтобы, так сказать, люди имели чувство меры Им дают, ограничивают их вот этими чеками И надо сказать, что целый ряд так называемых товаров при социализме Уже по большому счету дешевле было бы бесплатно раздавать по потребности И были такие опыты Скажем, раздавали капусту бесплатно Было, вот И, ну, к чему это привело? Ну, не знаю, из-за этого это прекратили, не из-за этого То есть приходит шаранда с капустой Окора С ветраны, в частности, на стадионе И, значит, вот Люди берите И вот, значит, обезумевшая торпа Затаптывая кочаны Хорошие крепкие кочаны Чтобы добраться до кочанов еще более, значит, это самое Лезет И, ну, не знаю Может быть, и не из-за того Но это действительно было вызвано Потому что, вообще говоря, 3 копейки стоило Килограмм капусты на засовку Ну, и нецелесообразно было держать продавцов Держать магазин И шевле было раздать И надо сказать, что очень много товаров Вот, по крайней мере, в 70-х годах Ну, после того, как восстановили страну фактически Они уже практически Хотя они имели вот такую оборочку Что ты приходишь, даешь якобы деньги На самом деле они уже по потребностям распределялись Тот же хлеб Ну, я не могу себе представить Чтобы кто-то там экономил на хлебе В советские времена Большинство и сейчас не экономит все-таки Но сейчас есть люди, которые получают там минимальную Вот на последнем занятии Университет рабочих респондентов Там Маленцов Степан Сергеевич привел там цифру Что 72% получающих зарплату В Российской Федерации получают зарплату в 15 тысяч и меньше И при таких зарплатах Тут уже будешь и с хлебом прикидывать Как говорится, что купить, а что не купить Но в советские времена Покупка хлеба, она ограничивалась потребностями исключительно Никто не думал, что вот Поездки на общественном транспорте Если на минимальную зарплату можно было 11 купить проездных билетов А сейчас на минимальную зарплату 8 тысяч Или сколько сейчас, 5 тысяч минимальная зарплата 8 Можно купить 3, ну 4 пускай проездных билета Единых Сейчас поездка на транспорте Это вообще такое И вот много-много было чего во времена СССР Чего можно было бы И надо сказать, самые дорогие вещи То, что сейчас дороже всего Это жилье, медицина, образование В советские времена они бесплатно По потребности распространялись Если ты на рожах детей Вот тебе квартира 4-комнатная Если ты там не хочешь этим делом заниматься Вот тебе 1-комнатная Вот и так далее Но все равно давали всем жилье И медицина, и все это было бесплатно И целый ряд вот так называемых товаров Еще раз Овощи, хлеб Еще там что-то, макароны Гречи Можно было бесплатно раздавать Это было бы дешевле Потому что экономили бы на продавцах Экономили бы на В магазинах и так далее Ну вот Продавали Потому что иначе там Всякие извращения Начались бы с потреблением Исключительно из-за этого Но это не отменяет той природы Что когда вы Хозяин магазина И хозяин фабрики И по сути Хозяин этого товара На который вы якобы пришли покупать Вы его не покупаете Ну вы и так Хозяин этой бурки Просто чтобы вы не зробствовали Не зроупотребляли Вам там дают какое-то количество Этих чеков Вы их отдаете И получаете бухку Но на вашем заводе На вашем хлебокабинате Сделано Кабинат-то ваш Магазин ваш Форма сохраняется Форма обмена Форма, да Внешнюю форму Это имеет Продавщица, так сказать Вам отдает хлеб Вы за нее отдаете Но надо за формой Видеть сущность Это форма Или есть как раз родильные пятна Но тем не менее Отчуждение при социализме Все-таки было Потому что Поскольку я произвожу товар А нет Вы не производите товар Извините Я произвожу продукт Да Но этот продукт Общественная В общественной собственности А значит Он не в моей частной собственности А почему это Вы так не любите Общие Вы категории общие Вы радеете Ну вот предыдущий Элемент Вот предмет Где упрощено все С картошкой Вы согласны Что это ваша Общая картошка Это и ваша тоже Да Вот А почему вы На более сложную конструкцию Это не можете распространить Общественная собственность Это не моя Не кого-либо другого Значит Не ничья Так все общее Не ничья Общее Это уже вопрос Это здесь вопрос Нет-нет Это вопрос Это вопрос уже не Экономический Это вопрос уже Ферософский Категорию общего Надо просто вот посмотреть Категорию общего И частного Это у вас здесь В ферософской области Этот вопрос Не в политэкономической Ну в том смысле Что политэкономия Конечно основана На ферософии И как писал Ленин Нельзя в парне Понять капитал Маркса Не проштудировав Науки-ровики Гегеля Так что вот Это у вас здесь Такое Некоторое непонимание Ну И хотелось бы добавить Что товарное производство Противостоит Натуральному производству То есть Натуральное производство Что произведет Она противостоит И вообще Прономерному производству Товарное Она противостоит С одной стороны Натуральному А с другой стороны Прономерному Так товарищи Время Мне тут уже показывают часы Так что поэтому Спасибо 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 Спасибо